Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сила воли, радость жизни – пример для всех окружающих. 18 самарцев стали обладателями премии главы города «Мир равных возможностей». Человек-легенда. Сегодня в день рождения купца и мецената Константина Головкина в Самаре рядом с домом, в котором он жил, установили в его честь бронзовую скульптуру. Как построить свою карьеру в отеле и из простого сотрудника дорасти до топ-менеджера, семинар на тему гостеприимства прошел для студентов Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. В Государственную Думу внесли законопроект о развитии местного самоуправления. Документ, по сути, является логическим продолжением положений Конституции о единой системе публичной власти. Он направлен на повышение уровня ответственности местных органов власти перед жителями. Подробнее расскажет Мария Левина. Документ предусматривает создание в муниципалитетах одноуровневой системы власти. Это необходимо для четкого распределения полномочий между администрациями районов и городских округов. И позволит избежать дублирования различных функций. Законопроект четко определяет зоны ответственности, и местные жители будут точно знать о том, куда необходимо обращаться за решением вопроса. Новый законопроект прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. Она подчеркнула, что документ станет большим шагом на пути сближения власти с населением и позволит более качественно решать возникающие вопросы. Цитата. Законопроект интересный и отвечает ожиданиям реформирования сложившейся конъюнктуры местного самоуправления в Российской Федерации. Очевидно, что он разработан в развитии конституционных новелл и направлен на гармоничное выстраивание системы отечественной публичной власти. Конечно, в процессе рассмотрения проект будет оптимизирован, но полагаю, что его основные цели останутся неизменными – большее приближение власти непосредственно к нуждам населения и устранение сложившихся противоречий в практике муниципального управления. Конец цитаты. Документ закрепляет за городскими и муниципальными округами одинаковый объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. Этот перечень состоит из 27 пунктов. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – 5 лет. По словам главы Тольятти Вадима Ерина, цитата, внесенный в Госдуму законопроект призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами и свести на нет конфликты, которые довольно часто возникают при определении круга полномочий. Конец цитаты. Председатель Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Губернской думы Виктор Кузнецов уверен, что документ способен усилить ответственность у полномочных лиц и увеличить показатели национальных проектов. Вот теперь это ставит все органы местного самоуправления в единую систему ответственности, прежде всего перед гражданами, за реализацию цели государственной политики, которую определяет президент. Такая же система в свое время у нас была введение закона об общих принципах организации местного самоуправления от 2003 года. Он у нас вводился поэтапно, по-моему, до 2007 или 2008 года. Вот сейчас новый закон идет ему на смену и связан это прежде всего с тем, что изменены основы конституционного строя Российской Федерации. В прошлом году мы все за это голосовали и вот эти изменения, они вот имеют вот такие последствия. С ним согласен заслуженный юрист Самарской области Виктор Полянский. Первая и самая важная задача законодательных изменений – соблюдение прав и интересов граждан. Это обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан на соответствующих территориях. Но при этом мы должны и сами, все те, кто являются членами сообщества самоуправленческого, ну хотя бы пусть формально, понимать, что для нас, для всех, не важно какого уровня публичная власть, государственная, самоуправленческая, важно, что она делает для каждого гражданина. Законопроект будут реализовывать поэтапно. Основная часть положения вступает в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления. И устанавливается единый срок полномочий – 5 лет. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Они занимаются творчеством, спортом, предпринимательством, добиваются личных успехов и помогают другим. Глава города Елена Лапушкина вручила премии людям с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». Лучших выбрали в шести номинациях. Подробности в сюжете. Сила воли, радость жизни – пример для всех окружающих. 18 самарцев стали обладателями премии главы города «Мир равных возможностей». Ее вручают людям с особенностями здоровья. Алексей Лущаев – один из победителей в номинации «Физкультура и спорт». Семь лет назад пришел в футбольную команду «Крылья мечты как игрок», а теперь сам тренирует детей. Совершенно разные дети. Не только в СУВЗ, но есть и синдром Дауна, есть и глухни у нас. Есть даже один ребенок с проблемами со зрением. У нее глаза горят, им нравится заниматься. Но все равно есть, конечно, некие трудности. Но мы индивидуально с ним не решаем эти вопросы, и все с большим удовольствием занимаются. Владимира Попова отметили за вклад в образование и науку. Он не только читает студентам лекции по военно-полевой хирургии и клинической медицине, ведет практические занятия, но и пишет картины. За два года создал 38 работ. Ольга Любимова – победитель в номинации «Литература и искусство». Работает директором Самарской публичной библиотеки. Прививает детям любовь к чтению. Организует книжные выставки. Отмечает, что этот конкурс особый. Это одновременно и поддержка, и признание спортивных успехов, достижений, талантов, просто деятельности на своем рабочем месте. Большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Пусть он будет спокойнее, полегче, чем уходящий год. Здоровье. И, пожалуйста, верьте в себя. Премии вручили в шести номинациях. Наряду с достижениями в науке, спорте и литературе отметили лучших общественников, рукодельниц, предпринимателей, наставников, производителей. Эта премия у нас вручается с 2011 года. Этот год юбилейный, 10 лет уже вручается. Стараемся это сделать под Новый год, чтобы людям поднять настроение, сказать слова благодарности за их работу, за то, чем они занимаются, как они вдохновляют своим примером людей окружающих, как они находят соратников, как они реализуют свои идеи. Радует то, что люди не опустили руки. Для них нет невозможного. И идут к своей цели, и достигают ее. За 10 лет на участие в конкурсе поступило несколько сотен заявок. Премия – это не только подтверждение заслуг и достижений. Это стимул для всех людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным творческим, научным, спортивным потенциалом. Волей к победе и стремлением сделать жизнь окружающих проще, а мир добрее. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В день рождения легендарной для города личности Константина Головкина в Самаре прошло долгожданное открытие скульптуры, посвященной известному купцу и меценату. Композиция появилась возле дома, где жил купец. Открыли ее глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и другие почетные гости. Минимализм и реалистичность – отличительные черты новой скульптуры, появившейся в Самаре. Константин Головкин – культовая для города фигура прошлого столетия. Купец, краевед, художник, фотограф – он был многогранной личностью. В торжественной обстановке скульптурную композицию открыли глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры региона Татьяна Мордуляш и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Скульптурная композиция, которую мы сегодня открываем, это дань памяти, уважения и признательности самарцев человеку, который искренне любил свою землю и делал все для того, чтобы она стала краше, для того, чтобы Самара была самым продвинутым, самым прогрессивным городом в стране. Я очень надеюсь, что именно фигура Константина Головкина поможет нам всем и, во-первых, посмотреть на этот памятник широко и принять его как такой творческий акт, но и главное – полюбить и сделать его по-настоящему своим и важной частью городского пространства Самары, городской среды. За право создать композицию боролись скульпторы со всей страны, и выбор пал на мастера из Москвы с самарскими корнями Николая Жукова. Ранее его эскиз образа Константина Головкина победил в открытом конкурсе, который проводился сотрудниками Самарского дома архитектора. Работу мастера выбрали среди десятков эскизов, представленных на суд экспертного сообщества страны. Проводили и народное голосование. Вообще личность неоднозначная, очень серьезная для города. И хотелось в памятнике подчеркнуть не атрибуты его деятельности, а саму фигуру как историческое лицо. Захотелось в скульптуре изобразить его самого как произведение искусства. Скульптуру установили на Ленинградской, неподалеку от дома, где проживал меценат. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Программа телеканала «Самара ГИС. Звоните доктору» отмечает полтора года в эфире. Она выходит по четвергам и рассказывает о том, как определить болезнь на начальной стадии, на какие симптомы нужно обращать внимание, почему важно прививаться от коронавируса. Ее запустили в начале пандемии, когда медики оказались на передовой борьбы с новой, совсем неизвестной тогда болезнью. И первым гостем программы стал региональный министр здравоохранения Армен Бинян, который нашел время, чтобы прийти в эфир. В этот четверг он снова отвечал на вопросы ведущей и телезрителей в прямом эфире, и мы записали основные тезисы. Период нерабочих дней положительно повлиял на эпидемиологическую обстановку в регионе. Об этом в эфире программы «Звоните доктору» на телеканале «Самара ГИС» в четверг рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Полтора года назад, когда программа только запускалась в начале пандемии, он нашел время, чтобы прийти на эфир и стал первым гостем. А в этот четверг подвел итоги уходящего пандемийного года. По словам министра, две недели нерабочих дней позволили третьей волне коронавирусной инфекции пойти на убыль. Регресс продолжается и по сей день. Если в пиковые дни, конца октября, с которыми мы подошли к началу нерабочих дней, общее количество одновременно болеющих составляло более 65 тысяч человек, из которых 35 тысяч – это подтвержденный коронавирус, еще 25 тысяч – это пациенты с ОРВИ с подозрением на коронавирус, и почти 8 тысяч человек, находящихся на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом коронавируса. Сейчас общее совокупное количество пациентов меньше в три раза. В день регистрируют примерно по 600 заболевших, а не по 2000, как раньше, отметил министр. Также Армен Бинян рассказал, что сделать прививку особенно важно людям, страдающим хроническими заболеваниями и даже онкологией. В этом случае медики рекомендуют спутник ВИ. Для прививки необходимо выбрать период между химиотерапией и привиться. Кроме того, сейчас в стадии регистрации находится назальная вакцина. Как только начнется ее масштабное производство, она поступит в регион. Какую бы вакцину ни выбрали жители Самарской области, главное, по словам Армена Биняна, привиться. Мы никогда не говорили, что она создает стопроцентной защиты. Да, к сожалению, она не создает стопроцентной защиты. Но она позволяет, даже если вы заболели, существенно легче перенести заболевание. Процент тяжелых форм в 4-5 раз меньше у вакцинированных, чем у невакцинированных. На сегодняшний день из всего количества госпитализированных стационаров около 16-17% – это тяжелые формы. Это потенциально неблагоприятные исходы. За каждого из них приходится очень сильно и много бороться. При этом процент тяжелых форм у вакцинированных ранее – это 2-2,5%. По словам министра здравоохранения, третья волна была существенно больше, чем первая и вторая вместе взятые. В регионе было развернуто 8,5 тысяч коек. Сейчас их число снижается, но в любой момент они могут быть снова введены в строй. Тем более, что новый вид вируса омикрон имеет высокий коэффициент распространения. В России уже более 20 зарегистрированных случаев, все они локализованы. Принципы лечения нового штамма те же. В Самарской области есть запас лекарств. Но не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно носить маски. И следует помнить, что ни одна ограничительная мера отдельно не дает эффекта. Только комплекс мероприятий позволяет добиться каких-то результатов. Виктория Шарая, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 609 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Самаре продолжают работать пункты вакцинации от ковида. Кроме прививочных кабинетов в поликлиниках, для горожан доступны мобильные пункты. Они открыты ежедневно без выходных с 9 утра до 8 вечера. Прошли вакцинацию почти миллион 600 тысяч человек. Подробнее расскажет Мария Левина. Наталья Степашкина живет и работает в Германии. Летом сделала европейскую прививку от коронавируса, но организм вакцину не принял. Сейчас приехала в Самару к родственникам и, пользуясь случаем, прошла ревакцинацию российским спутником «Лайт». Это наша ответственность перед обществом, потому что у нас у всех старые родители. То есть вот противников вакцинации я, если честно, в принципе не понимаю. Маленькие дети, то есть мы не только за себя несем ответственность, но и за них. Вот, поэтому я считаю, что это нормально, но я верю в науку. Вакцинация сегодня – самое надежное средство защиты от новой коронавирусной инфекции. В Октябрьском районе Самары работает круглосуточный прививочный пункт на Челюскинцев, а также два мобильных пункта в колледже имени Ляпиной и областной библиотеке. Ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера без выходных. Очень удобно в круглосуточный пункт приехать, привиться в любое время, удобное для пациента. Это и в праздничные, и в выходные дни. И, кроме того, это и вот эти мобильные пункты, в одном из которых мы сегодня находимся, тоже удобно. Почему? Потому что многие пациенты опасаются в связи со сложной эпидситуацией идти в поликлинику, чтобы не заболеть. С начала периода иммунизации населения только в Октябрьском районе города от коронавируса привили порядка 80 тысяч человек. Привиться в пунктах вакцинации можно и от гриппа. Мария Левин, Василий Колдашов, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Центробанк намерен запретить операции с криптовалютой. С чем это связано? Их посчитали рискованными для финансовой стабильности страны. Но сначала о ключевой ставке Центробанка, которую снова повысили. Совет директоров Банка России в пятницу и 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку до 8,5%. Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий. Эксперты исключали возможность сохранения или снижения ставки. В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4% в годовом выражении. Это стало максимумом с января 2016 года. Тем временем Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 15 до 14%, несмотря на инфляцию, превысившую 21% с начала года. После чего курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до рекордных значений. В ходе торгов в пятницу 17 декабря за 1 доллар давали 16,23 лиры. Лира обновляет исторические минимумы пятый день подряд с понедельника 13 декабря. Курс доллара на 18 декабря – 73,73 рубля, евро – 83,50 рубля. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 73,92 доллара за баррель. Центробанк задумал запретить инвестиции в цифровые активы в России, в частности в криптовалюту. Их посчитали рискованными для финансовой стабильности экономики страны из-за растущего числа криптовалютных транзакций. Сейчас Центробанк ведет переговоры с участниками рынка и экспертами. Если запрет будет одобрен на законодательном уровне, то он не затронет покупку криптовалюты, которая была совершена ранее. Тарифы на сотовую связь в России в начале года могут увеличиться на 6-10%. При этом отмечается, что в прошлом году тарифы повысились на 10%, а в течение 2021 года расценки практически не менялись. По словам экспертов, в последние годы операторам труднее повышать тарифы напрямую, так как за ситуацией на рынке следит Федеральная антимонопольная служба. При этом предпосылки для роста расходов операторов на фоне снижения их доходов существуют. Так, компании обязаны выполнять требования закона Яровой и готовиться к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Кроме того, операторы должны постоянно инвестировать в развитие сетей. Если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Компания «Энергосбыт Плюс» провела очередной день проверки долгов в офисе на улице Мирной. Любой клиент, имеющий задолженность за тепло, мог получить консультацию специалиста. Вместе с тем «Энергосбыт Плюс» призывает своих клиентов не переносить старые долги в Новый год. Мы призываем своих клиентов оплачивать ежемесячные начисления своевременно. Если образовался долг у клиента, то у нас есть акции, проводимые сейчас в «Энергосбыт Плюс». До 31 декабря можно покосить всю задолженность. Дополнительно спишем начисленные пении. А также, если клиенты наши оплачивают предварительную квитанцию за декабрь месяц, они могут поучаствовать в розыгрыше в виде получения кэшбэка на лицевой счет в размере 1000 рублей. Валентина Худошина по счетам всегда платит вовремя. Говорит, понимает, что от регулярной оплаты квитанции зависит качество предоставляемых услуг. Я считаю, что в Новый год надо совсем новым и долги, все старые долги оставлять в старом году. Если клиент не может единовременно погасить задолженность, энергетики готовы решить вопрос в индивидуальном порядке, предложить график погашения долга. Для этого необходимо обратиться в офис обслуживания или оставить обращение на сайте энергокомпании samara.esplus.ru Максим Магомедов, Николай Епифанов, События. Как построить свою карьеру в отеле и вырасти из простого сотрудника в топ-менеджера? На какие вещи обращают внимание гости, когда приезжают в отель? Семинар на тему гостеприимства прошел для студентов Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Его организовал Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Подробнее об этом далее. Студентка третьего курса Арина Гусева давно мечтала связать свою жизнь со сферой туризма. Много стажировалась, и вчера, наконец, мечта сбылась. Арина устроилась на работу в один из самарских отелей. Говорит, никаких трудностей в первый день работы не возникло. Но сегодня с интересом пришла на семинар, чтобы из уст опытных наставников услышать, как сделать карьеру в отеле от простого служащего до топ-менеджера. Я считаю, что колледж дал мне достаточно знаний, чтобы я пришла на свое рабочее место и показала, что я квалифицированный специалист, и умею работать и с терминалом, и заселять гостей. Я вчера и заселяла, и производила оплату, и делала бронирование номеров. Не только теория, но еще и практические советы, как расположить гостя, разрулить конфликтную ситуацию, как правильно себя вести с клиентом. Сегодняшний семинар посвящен теме «Гостиничное дело». Сегодня ребята прикоснутся чуть-чуть поглубже именно с этой специальности. У нас здесь в основном первый курс. Как раз, чтобы они получше узнали, что такое гостиничное дело, специфику работы. Именно в этой сфере им расскажут непосредственно работодатели, которые имеют богатый опыт, которые являются бизнес-тренерами. Ведущая семинара Юлия Романеева, специалист в индустрии гостеприимства, проработавшая 9 лет в гостиничном бизнесе. Есть твердые навыки, есть мягкие навыки. И вот секрет, наверное, все-таки, может быть, он есть в том, что у сотрудников сферы гостеприимства, как правило, 70% важности именно вот так называемых soft skills, да, таких мягких навыков. Это эмоциональный интеллект, это и умение подстроиться к гостю, это умение почувствовать его настроение, это и желание позаботиться и оказывать вот тот самый вау-сервис, за которым наши туристы любимые будут к нам в Самару приезжать. Гостиничное дело – это четвертый заключительный семинар цикла. Студенты колледжа сервисных технологий и дизайна уже прослушали три семинара на тему «Деловой туризм», «Гастрономический» и «Экскурсионное дело». Организованы они Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Впервые такой опыт, и, кстати, как сказали наши эксперты, это вообще по России первый опыт, когда администрация заинтересована в развитии кадров, кадров в сфере внутреннего туризма. Практикующие специалисты рассказывают о своем опыте и делятся какими-то моментами, которые особенно важны и могут помочь в будущей профессии студентов. Это уникально и интересно. По словам экспертов, семинар уже показали свою эффективность и продолжится в следующем учебном году. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. На велосипеде не только летом, но и зимой. На дорогах Самары с каждым годом появляется все больше любителей двухколесного транспорта. И теперь снег их не останавливает. Как сделать безопасным катание по зимним дорогам, расскажут наши корреспонденты. Зимой и летом за велосипедом. Роман Еремкин передвигается на двухколесном транспорте круглый год. Говорит, по городу на нем перемещаться быстрее и безопаснее. Но не для всех. Для того, чтобы ездить по зимним дорогам, нужно иметь приличный стаж вождения двухколесного друга. Если вы не уверены в своем опыте, навыке вождения и не пробовали как-то кататься, начинайте езду с парков, с тротуаров, где мало количества людей. Зима вообще не любит резких маневр. То есть нужно менять манеры езды по сравнению с летом. У Романа этот велосипед уже далеко не первый. А все потому, что зимой низкая температура и постоянная влажность сильно влияют на работу движимых частей двухколесного транспорта и металлической рамы. И изнашивается велосипед сильнее, чем в летний период. Поэтому у Романа в гараже два велосипеда для разных времен года. Ну а те, у кого только один двухколесный друг, должны подготовить его к наступлению зимы. Можно это сделать самому, а если нет опыта, обратиться в веломастерскую. Там специалисты обслужат ваш транспорт, поменяют летнюю резину на шипованную, заменят смазочные материалы на цепи, втулках, звездах, а также аккумуляторы и фонари. В первую очередь зимняя резина отличается составом, потому что там используется резина, которая не застывает, не замерзает при низких температурах. В условиях города желательно, конечно, перед и зад резина, потому что налить образуется моментально и в течение дня несколько раз. По гололеду, конечно, без вариантов, только шипованная резина вывозит. Мастера советуют обязательно менять смазочные материалы. В зимнее время они должны обладать водоотталкивающими свойствами, так как из-за влаги подшипники начинают крутиться хуже и повышается износ. Можно и самостоятельно подготовить велосипед к зимнему сезону. Главное помнить, что на переднее колесо нужно ставить только оригинальную шипованную резину, а не самодельную, потому что на него приходится большая нагрузка, и именно от переднего колеса зависит управляемость. Не нужно забывать и о собственной экипировке. Термобелье, ботинки, теплые перчатки, шлем. Также важно помнить, что поездка на велосипеде зимой всегда опаснее, чем летом. Под снегом зачастую скрывается ледяная корка, поэтому нужно быть готовым к заносу или падению. Чтобы избежать этого, велосипедист должен хорошо держать равновесие. и иметь опыт езды на разных поверхностях. Максим Магомедов, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова